В это время в другой части города тоже ждут изменений к лучшему. На Свердловском рынке и его окрестностях сегодня побывала наша съемочная группа в рамках традиционной рубрики «Новости нашего района». Торговые ряды на месте современного Свердловского рынка существовали и 100 лет назад. Славился он продажей животных. Теперь их, конечно, здесь уже не найти. Да и открытая площадь медленно, но верно уступает место современным торговым корпусам. Почти на каждом втором контейнере или павильоне можно найти объявление о его продаже. Либо кризис сказывается, либо нецивилизованная торговля изживает себя. За пределы рынка торговцам не выйти. Вокруг плотное кольцо из развлекательных, образовательных и общественных учреждений. Жилые дома в них просто теряются. Но некоторым местным жителям такая концентрация городской жизни даже по нраву. Я живу в доме и буквально все рядом. Больница, аптека, школа рядом. То есть никуда не еду на автобусе. Все расположено как кучком. Вот это удобно. А мне наоборот не нравится. Здесь постоянно много народу и как-то это неудобно. Лучше, что в центре было бы все. В центр переместить людские потоки сложно. Ведь сюда едут не просто прогуляться. Здесь можно взглянуть на шоу байкальских нерп. А нерпинари переезжать вовсе не собирается. Сюда же едут за решением своих проблем в комитет по управлению округом. Неподалеку находится городской музей, среднеобразовательная музыкальная школы, кинотеатр. В час пик пройти по самому оживленному пешеходному переходу становится проблемой. Приходится бежать, что с приходом весны и гололедицы весьма опасно. Если бы лучше убирали, потому что я здесь так поскользнулась и упала, если бы лучше чистили вот эти дорожки. Масштабной чистки сегодня дождалась улица Гоголя. Дорожники собрали весь снег, что накопился за зиму. Что местными жителями было расценено как хороший задел для более масштабных позитивных изменений. Влад Робакова, Андрей Назаров. Новости по будням.